Здравствуйте, уважаемые студенты. Дисциплина охраны труда. Тема номер 10. Основа техники безопасности на предприятиях информационного обслуживания. Сегодня мы рассмотрим три вопроса. Этот урок рассчитан на два урока. А сегодня именно эти три вопроса. Первый вопрос. Опасные зоны, защитные устройства и знания безопасности. Второй вопрос. Основы электробезопасности. И третий вопрос. Действие электрического зарядка на организме человека. Оставшие два вопроса мы рассмотрим на следующем уроке. Понятие задачи техники безопасности. В чем она заключается? Для защиты человека от производственной безопасности предусмотрена система охраны труда. Что же является охраной опасности? Опасность это явление, процессы, объекты, способны при определенных условиях нанести вред здоровью или жизни человека как сразу, так и в будущем. То есть вызвать нежелательные последствия. Источниками опасности являются орудиями труда. Это специальные устройства, машины, инструменты, сам предмет труда или производственная среда. Защита производственной среды, в частности социальной окружении, может стать источником психической травмы. На нынешнем этапе происходят быстрые физические износы основных фондов и технологий. В некоторых отраслях он достигает 70% и более. Стабильная эксплуатация и потенциально опасных производств часто осложняются недостаточно надежным внешним энергосбережением. В опасных зонах действуют или периодически возникают факторы, опасные для жизни и здоровья человека. При этом состояние условий труда, при котором исключено деяние на работников опасных и вредных производственных факторов, называется безопасностью труда. Система организационных мероприятий и технических средств предотвращающих воздействия на работающих опасных производственных факторов определяет понятие техники безопасности. На данный момент технический прогресс и безопасность труда он играет очень огромную роль в будущем. И сейчас научный технический прогресс вносит принципиальное вновшество во все сферы материальной техники производства, влияет на условия безопасности труда. Так вот, атомная энергия, автоматизация, электроника, химизация, кибернетика, компьютеризация, корни меняя средства и предметы труда, технологии, методы управления, а также условия труда. Сейчас уже внедряется дистанционное управление, которое внесло новый элемент во взаимоотношения человека техники, который заключается также в возможности вынесения управления производством за пределы технологического процесса и замене непосредственного наблюдения за производственным процессом контроля за состоянием сигнальных системных пультов управления. При применении ЭВМ отдаёт необходимость, отпадает необходимость наблюдения за сигнальными устройствами, поскольку она сама анализирует сигналы поступления и даёт им указания исполнительным органам. Такое разделение оператора и реальное состояние технологического процесса, замена его системы кодов, привели к тому, что оператор, по мнению психолога, действует в реальном и одновременно в виртуальном мире. Мире знаков, кодов, моделей, символов. Он лишён возможности реально воспринимать управляемые объекты, поскольку они удалены от него или опасны для непосредственного взора. Оператор несёт реальную ответственность, у него возникают реальные эмоциональные волнения. Но источником этих волнений является нереальный мир, который воздействует непосредственно на него, а некоторая информационная модель данного мира. Исследования функционального состояния центральной нервной системы и зрительного анализатора человека показали, что количество персональных компьютеров на работе и их расстановка, число и расположение сотрудников влияют на сохранение оптимальной работоспособности, на безопасность их работы. По опыту работы кабинета вычислительной техники, площадь его может быть определена из условия 4,5-5 метров квадратов на одного человека. Оптимальная температура – 17-21 градусов Цельсия. Влажность, как вам неизвестно, 40-60%. Из-за работы машин для кабинета характерно повышенное теплообразование. Поэтому необходимо предусматривать принудительную вентиляцию, то есть кондиционирование кабинета. При работе с вычислительной техникой важно создать благоприятные условия для освещения. Яркий свет, естественно, затрудняет считывание показателей дисплея. Поэтому в солнечные дни следует закрывать окна легкими светлыми шторами. Во избежание отражения на экране окружающих предметов дисплей должны иметь и некоторый наклон. Примерно это 10-15 градусов в сторону работающего за компьютером или боковые щитки и небольшой козырек. Следующие мы рассмотрим общие условия безопасности зданий, сооружений, производственных процессов и оборудования. Безопасность труда достигается в обеспечении безопасности зданий, сооружений. Решение вопросов охраны труда существует на стадии проектирования, изготовления и эксплуатации различных объектов производственного назначения. Здания, сооружения, предприятия должны соответствовать строительным нормам и правилам, а также отраслевым нормативным документам. Объем производственного помещения на одного работника в соответствии с санитарными нормами должен составлять не менее 15 квадрокубических метров, а площадь помещения 4,5 квадратных метров. Высота производственного помещения должна быть не менее 3 метров. Важное значение для здоровья и безопасных условий труда имеют рациональное размещение основного и вспомогательного оборудования, правильная организация рабочих мест. Конструкция рабочего места, его размер и взаиморасположение его элементов призвана соответствовать антропометрическим физиологическим характеристикам человека. То есть, что это означает? Это означает рациональная рабочая поза, уменьшение статистических нагрузок, оптимизация рабочей зоны и информационных потоков, а также характера работы. Организация рабочих мест должна обеспечивать свободу движений работников, безопасность выполнения трудовых операций. Итак, следующий вопрос это был электробезопасность. Под электробезопасностью понимают систему, организационные и технические мероприятия и средства, обеспечивая защиту людей от вредного и опасного действия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества. Современное учебное заведение связано с широким применением электрической энергии. В отличие от других источников, опасность электрический ток невозможно обнаружить без приборов дистанционно. Поэтому воздействие его на человека всегда неожиданно. Электрический ток действует на человека. Факт действия электрического тока на человека был установлен в последние четверти XVIII века. Опасность этого действия впервые установил изобретатель электрохимического высоковольного источника напряжения Петров. Под электротравмой, понимая травму, вызванной действием электрического тока или электрической дуги. Электротравматизм характеризует такие особенности, как защитная реакция организма появляется только после попадания человека под напряжение. То есть, когда электрический ток уже протекает через его организм, электрический ток действует не только в местах контакта с телом человека и на пути прохождения через организм, но и вызывает рефлекторные действия, проявляющиеся в нарушении нормальной деятельности сердечно-сосудистой, нервной системы, дыхания и так далее. Электротравма человека может получить как при непосредственном контакте с токоведущими частями, так и при поражении напряжения, прикосновении или шага через электрическую дугу. Электротравматизм по сравнению с другими видами производственного травматизма составляет наибольший процент, однако по числу травм с тяжелым и особенно летальным исходом занимает одно из первых мест. Причины поражения человека электрическим током следующие. Прикосновение к неизолированным токоведущим частям, к металлическим частям оборудования, оказавшимся под напряжением вследствие повреждения и изоляции, к неметаллическим предметам, оказавшимся под напряжением, напряжением током, напряжением, поражением током напряжения шага и через дугу. Но и наибольшее число трав, 60 или 70 процентов приходится, происходит при работе на электроустановках напряжением до 1000 вольт. Соответственно, нужно соблюдать технику безопасности. Виды поражения человека электрическим током. Электрический ток, который протекает через организм человека, воздействует на него термически, электролитически и биологически. Рассмотрим каждый из них. Термическое действие характеризуется нагревом ткани, вплоть до ожогов. Электролитическое – разложением органической жидкости, в том числе и крови. А биологическое воздействие электрического тока проявляется в нарушении биолитических процессов и сопровождается раздражением, возбуждением тяжелых тканей и сокращением мышц. Виды электротравм. Электрические травмы – это местное поражение тканей и органов. Какие виды? Рассмотрим три вида. Это электрические ожоги, электрические знаки и электрометаллизация кожи. Электрические ожоги возникают в результате нагрева ткани человека, протекающим через него электрическим током с силой более 1 А. Ожоги могут быть поверхностные, когда поражаются кожные покровы и внутренние при поражении глубоко лежащих тканей человека. По условиям возникновения различают контактные, дуговые и смешанные ожоги. Перед вами картина, ребята. Виды электротравм. Это следующий вид. Электрические знаки. Представляют собой пятна серого и бледно-желтого цвета. Это в виде мозолей на поверхности кожи вместе с контакта с токоведущими частями. Электрические знаки, как правило, безболезненные и с течением времени сходят. Следующий вид электротравм. Это электрометаллизация кожи. Вот видите, перед вами картина. Это пропитывание поверхностей кожи частицами металла при его разбрызгивании или испарении под действием электрического тока. Вы посмотрите, ребята, на рисунке. Электрический удар представляет собой возбуждение живых тканей электрическим током, сопровождающийся непроизвольным зодорожным сокращением мышц. Клиническая или мнимая смерть – это переход на состояние от жизни к смерти. Состояние клинической смерти, сердечная деятельность прекращается, и дыхание останавливается. Длительность клинической смерти – 6-8 минут. По истечении этого времени происходит гибель клеток, коры головного мозга. Жизнь он гасает, наступает необратимая биологическая смерть. Электрический шок. Это тяжелая нервно-дефлекторная реакция организма на раздражение электрическим током. При шоке возникают глубокие расстройства дыхания, кровообращений, нервной системы и других систем организма. От чего же зависит степень действия электрического тока на организм человека? Исход поражения также зависит от длительности протекания тока через человека. С увеличением длительности нахождения человека под напряжением эта опасность естественно увеличивается. Индивидуальные особенности организма человека значительно влияют на исход поражения при электротравмах. Например, неотпускающий ток для одних людей может быть пороговым, ощутимым для других. Характер действия тока одной и той же силы зависит от массы человека и его физического развития. Установлено, что для женщин пороговое значение тока примерно в полтора раза ниже, чем уже и мужчин. От чего же зависит степень действия электрического тока на организм человека? Тяжесть поражения аллергическим током зависит от ряда факторов, важнейших которых – это сила тока, протекающая через тело человека, продолжительность воздействия и частота, путь к прохождению тока через тело. Индивидуальные особенности организма человека – состояние помещения, в котором эксплуатируются электростановки, площадь контакта человека с токоведущими частями. Вот о помещении мы будем говорить на следующем уроке. Также зависит от значения силы электрического тока, проходящего через организм человека. Зависит также от напряжения, в котором находится человек и, естественно, от сопротивления тела человека. Сопротивление тела не постоянно. Оно колеблется в очень широких пределах. По данным исследователей, сопротивление сухой кожи может быть от 3000 до 100 000 Ом, а влажный снижается до 1000 Ом и меньше. Повышение напряжения, приложенного к телу человека, во много раз уменьшается сопротивление кожи. Следовательно, чем выше приложено напряжение, тем больше опасность поражения. Однако, само по себе, значение напряжения не может служить ветерем опасности поражения. Чем опасен переменный или постоянный электрический ток? Смотрите. Учитывая, что большинство поражений происходит при напряжении 127, 220, 380 Вольт. Пробой кожи начинается при напряжении 40-50 Вольт. В нашей стране в качестве безопасного принято напряжение переменного тока в 42 Вольт. И эквагиентной ему безопасности постоянного тока в 110 Вольт. Теперь обратите внимание, какое напряжение все-таки опаснее, переменной или постоянной? Переменной 42, постоянной 110 Вольт. Человек начинает ощущать действие, воздействие проходящего через него переменного тока при значениях, посмотрите перед вами, при 0,6 и 1,5 мА. И при 5,7 мА при постоянном токе. При токе до 10 мА и частоте 50 Гц ощущается раздражающее действие тока, сопровождаемость удержанных сокращением мышц. При 10-15 мА боль становится очень сильной, а человек из-за непроизвольного сокращения мышц самостоятельно отпустить провод не сможет. При токе уже 25-50 мА затрудняется дыхание, при более 50 мА вплоть до 100 мА нарушается и работа сердца с одновременным параличем дыхания. Ну и естественно при 100 мА, при 50 Гц и выше считается уже для человека она смертельной. Итак, так как основной путь тока в организм человека в организме совпадает с кровеносными сосудами и нервными стволами, то на тяжесть травмы влияет, какой частью тела пострадавших коснутся токов ведущих частей. Наиболее опасен путь тока вдоль оси тела, то есть правая рука, нога. Или путь, лежащий через жизненно важные органы, это сердце, легкий мозг. Установлено, что здоровые и физически крепкие люди легче переносить электрические удары, чем больные и ослабленные, но это все естественно. Поэтому требованиями охраны труда предусмотрен отбор по состоянию здоровья персонала для работы на электроустановках. Ну в конце я привожу вам литературу, по которой вы можете просматривать, ну и вопросы для самопроверки. Здесь их два. На этом я урок заканчиваю. Всего хорошего. До свидания.